Газета «Эврика» Газета «Эврика» Газета «Эврика» Газета «Эврика» делают выводы из полученных уроков. О том, как проходили мероприятия по задержанию последних подозреваемых, рассказывается в репортаже на второй-третьей полосе. Действительно, октябинцы проявили бдительность и сознательность, и нескольких людей, участвовавших в этом нападении 5 июня, арестовали именно по заявлениям, по звонкам жителей нашего города. В частности, то, что происходило 11 июня в субботу поздно вечером на Москве по улице Жаманколова в общежитии, об этом многие слышали, кто-то знает, но подробно, как это все происходило, вы прочитаете в газете. И, наконец, мы узнали окончательные цифры, сколько человек участвовало в заговоре, сколько их готовилось к этому теракту, что действительно предполагалось совершить нападение на административные учреждения, и могли быть очень серьезные последствия, всего этого, если бы наши правоохранительные органы не проявили вот такое единство и очень активно, так сказать, свой профессионализм не показали. События, которые проходили в старой части города, на улице Некрасова, у торгового дома «Отрар», это тоже волновало всех, кто живет в нашем городе, когда были слышны взрывы, выстрелы и так далее. Это буквально все жители окрестных кварталов слышали, и все были очень напуганы этим, не говоря уже о тех, кто живет в этом доме, кому пришлось эвакуироваться среди ночи. О том, как все это происходило задержание в доме, где находится торговый центр «Отрар», где несколько месяцев снимали квартиру некоторые из участников террористического нападения, и тоже об этом люди докладывали. Все это вы также прочитаете подробности в этом номере. Известно также о том, что сейчас, как реакция жителей, идет отказ от соседства с оружейными магазинами. В частности, жильцы дома, где расположен магазин «Паллада», говорят о том, что они давно отказывались от этого, писали во все инстанции, они считают, что живут на пороховой бочке. Но вот пока, как говорится, не случилось то, что случилось, на их жалобы внимания особо не обращали. Возможно, какие-то действия теперь будут предприняты, хотя, конечно, у нас эти магазины находятся не только там, где «Паллада», но и там, где «Пантера», и люди рядом живут. Можно ли все это переносить, или стоит усиливать охрану, или еще какие-то меры предпринимать, это уже дальше мы узнаем. О матерях, о близких людях, тех, кого мы увидели в числе преступников, есть несколько заметок. И, в частности, рассказывается о том, что сейчас их родным, вот этих террористов, безумно стыдно и жаль. И, конечно, понять по-человечески можно их, нисколько не оправдывая преступников, но по-человечески понять, что эти маленькие дети остались без отцов, и жены, и, конечно, матери, которые сейчас испытывают чувство вины и хотят это объяснить всем окружающим, что нет за ними какого-то преступного намерения. Но это, конечно, сейчас уже ничего не оправдает действия их сыновей. О водителе автобуса мы долгое время не могли ничего сказать, потому что и правоохранительные органы не считали нужным давать его координаты. И руководство автопарка считало, что нужно оградить этого человека, оказавшегося вот в центре боевых событий, когда его самого взяли в плен и заставили на автобусе таранить ворота военной части. Конечно, он сам был буквально в каком-то там сантиметре от смерти. И то, что он выжил, то, что он успел убежать, сейчас все это переживается вновь и вновь, и ему, безусловно, нужно помочь, восстановиться, вновь собраться силами. И сейчас вот и руководство автопарка заявляет о том, что разговоры об отказе помощи этому водителю, это все только на уровне разговоров. И медики, конечно, готовы тоже ему оказать посильную психологическую помощь. Черный тополиный пух, так называется, фоторепортаж о том, что 9 июня 2016 года теперь навсегда останется в истории Казахстана как день общенационального траура. Люди, отдавшие свою жизнь, защищая других, военнослужащие части 66-55, продавец, сотрудники Кузета, то есть все, кто погибли на боевом посту, на служебном посту, все они останутся в нашей памяти. И мы, конечно, будем еще долго говорить об этих людях и стараться не забыть те события, которые происходили. Хотелось бы еще обратить внимание на то, что во второй книжке «Золотая середина» тоже есть местные материалы. В частности, там рассказывается о дне донора, о том, как октябинская молодежь принимала участие. И в этом дне донора, причем тоже это было целенаправленно, сдавали кровь для пострадавших во время теракта, без лозунгов, без афиширования своих поступков, молодые люди отправились в областной центр крови и там сообщали о том, что буквально массовое явление было октябинцев, желающих помочь. Есть материалы и другого плана, и хотелось бы обратить внимание на то, что здесь есть очень интересный материал, «Жемчужины в степной пыли», в котором рассказывается об интересных объектах на территории нашей области. Сейчас очень много говорят о развитии внутреннего туризма, о том, что нужно привлекать инвестиции, нужно развивать в Казахстане туристическую отрасль. Но все прекрасно понимают, что без соответствующей инфраструктуры, без гостиниц, дорог, обслуживания мы вряд ли чего добьемся. А вот какие места можно сделать туристическими центрами, что можно показать с точки зрения лечебных курортов или старинных каких-то археологических мест, где можно что-то узнать об истории страны, даже об истории планеты, потому что у нас есть и вулкан, и есть следы от метеоритов и так далее. Есть заповедные уголки природы, в частности, Фламинго. Может быть, хорошо, что сейчас люди туда еще не добрались, поскольку это далеко находится. Но, тем не менее, есть такие места локальные, которые могут привлечь туристов, и не только из нашей страны, но и из-за рубежа. И вот мы надеемся на то, что чем больше мы будем об этом говорить, тем больше к этому будет привлекаться внимание, и, возможно, со временем что-то там появится интересное. В газете много разнообразных материалов. Здесь рассказывается и о спорте, и о кино, о том, что можно посмотреть на телеканале Рика. Как всегда, любителям самых разных рубрик найдется, что почитать в этом номере «Эврики». Так что всем хорошего, приятного чтения. Хорошо, спасибо большое. Хотелось бы напомнить, что в нашей студии был главный редактор медиагруппы «Рика» Марина Васильева. Ну, а от себя хочу пожелать всем актюбинцам читать почаще, читать побольше и читать в частности газеты «Эврика». Спасибо большое. Спасибо. Продолжение следует...